Всех приветствую на канале DeepProtein. В этом видео я вам расскажу о моем новом эксперименте, который заключается в пробах разных видов стартовых кормов для личинки. Как мы все понимаем, что старт наиболее важный период, от него зависит и количество личинок в финале, и даже время выращивания личинки до товарного размера. Я уже несколько раз делал этот эксперимент, результат всегда был приблизительно одинаковым, но я решил немного расширить линейку экспериментальных кормосмесей. Исключил я только один вид корма, это навоз, так как для стартового корма я его даже не рассматриваю, исходя из того, что у навоза очень низкая конверсия, и сам по себе он априори не может быть стартовым кормом. Ну, если может быть, то уж точно не на производстве, к которому я имею отношение. Какие условия были заданы? Я собрал яйца одного дня, для этого с вечера был поставлен отдельный яйцесборник. В очередной раз хочу отметить о необходимости работать с яйцами и мелкими личинками в одноразовых перчатках. Если есть сомнения в опасности, то поинтересуйтесь у Википедии, что такое герметиоз. Так, разделил полученные яйца равными частями на 10 контейнеров. В итоге мы получили номер 1 отруби и вода, номер 2 отруби и вода, там немного печенья, отруби 3 отруби и вода, номер 4 овощи с консервного завода, морковно-яблочный жмых какой-то, 5 это овощи с отрубями, номер 6 отруби и белок, 7-8 чисто отруби, 9 отруби и 5% соевый шрот, 10 это отруби и 5% подсолнечный шрот, ну и через 3 дня начали выходить личинки. Мне не очень понравились сроки выхода, я, конечно, понимаю, что даже яйца, отложенные за сутки, не будут выходить за сутки, но хотя бы за двое. А тут потребовалось чуть больше трех суток. Но я делаю поправку на то, что с этой линейкой личинки еще работать и работать в плане селекции. Но если коснуться того, насколько важен стартовый корм, то ни для кого не будет секретом, что стартовый корм влияет на весь результат выращивания личинки. Так как от того, как выйдет личинка, в каком количестве выживет, как будет питаться и насколько быстро расти, от этого в итоге зависит и конечный результат по количеству товарной личинки. То есть, сколько личинки вырастет из какого-то определенного количества яиц. Ну и, конечно, скорость развития и роста личинки, то есть за какое время она вырастет. Конечно, хочу вам сказать, что на сегодняшний день я достаточно в полной мере изучил вопрос стартовых кормов у производителей практически по всему миру. И пока у меня есть еще много впереди планов на тесты. Мне очень понравился результат использования микробиоты. Это что-то вроде микробиологических культур или дрожжей, выращенных специально для последующего заселения в стартовый корм. Якобы личинки лучше усваивают продукты переработки этих микроорганизмов. Не буду сейчас углубляться и оспаривать. Возможно, когда-нибудь протестирую. Интересно. Имеет право на жизнь история. Но, если честно, то мне кажется, что именно это и происходит, пока те же отруби три дня киснут в ожидании созревания яиц. Стоит ли шкурка выделки, пока непонятно. Ну, возможно, будет какой-то вот такой эксперимент. Ну, вот сейчас на третий день яйца вышли. И что мы видим? Вот остались одни шкурки от яиц. Что касается первоначальных результатов, то тут для меня все было крайне предсказуемо. Тем более, с таким сроком выхода я уже три дня мог наблюдать за развитием и питанием личинки. Безоговорочным лидером стартового корма являются отруби. Тут нет никаких сомнений, так как личинка в стартовом корме, где были отруби, даже выросла намного больше. Полная фиаско. Ожиданно на счету овощей. Как стартовый корм они совершенно не подходят. Также совершенно с средним результатом показали себя всяческие смеси овощей с отрубями, отрубей и шротов. Ну, стоит отметить все-таки, что конкурентов у отрубей нету. О чем красноречиво говорят контейнеры, поставленные днем и несколькими днями позже. Это номера 11, 12 и так далее. Я их ставил для других опытов. Где личинка уже догнала и перегнала по размеру и по количеству испытуемых не на отрубях. Так. Ну, здесь невооруженным взглядом видно, что личинки намного больше, что верхний слой отрубей уже проеден. Личинка развивается хорошо, хотя и из, как бы, столько же, сколько и в предыдущих контейнерах по весу. Вот. Она прям наружу вылазит. Так. Что у нас происходит с нашими подопытными контейнерами? Давайте рассмотрим более подробно. Давайте визуально посмотрим. Ну, вот контейнеры, которые с отрубями. Ну, тут очевидно, что проеден верхний слой отрубей. Личинки достаточно много. Она ведет себя очень подвижно. Она достаточно крупная уже. Ну, действительно, личинка выросла. Прямо очевидно выросла. Три дня. На свой размер она совершенно хорошо выглядит. Она ровная. То есть, какой-то конкуренции за корм не было. Она достаточно ровная вся размером. Хотя, ну, опять же, выходили они на протяжении, там, трех суток, да. То есть, можем оценить, что еды им хватало. И, в принципе, пока... Ну, хорошая личинка полноценная. С ней можно работать. Даже, там, на следующий день их можно закармливать. Ну, и посмотрим, что будет дальше. Так. В следующем контейнере с отрубями у нас... История происходит примерно такая же. То есть, мы видим, что верхний слой отрубей проеден. Ну, снизу мы видим, что это самая микробиота. Пузырики. То есть, забродили отруби. Так. Ну, личинки много. Верхний слой проеден. Она чуть-чуть как-то помельче, что ли. Но тоже достаточно ровного размера. Но ее, может, просто побольше тут. И все-таки, ну, очевидно, что, возможно, какая-то небольшая конкуренция за корм была. Да, потому что верх проеден очень хорошо, а низ прямо отличается. То есть, они еще вниз не полезли есть, а верх как-то проели очень-очень даже неплохо. Вот их прям перемешать можно, чтобы завтра докармливать. Ну, по большому счету, когда ты выращиваешь это в большом объеме, то не надо ничего мешать. Они просто пролезут вниз, переедят все, и потом их можно закормить. То есть, когда это работает на объеме, там не надо беспокоиться о каком-то вот такой вот истории. Так, следующее у нас овощи. Ну, с овощами, как бы тоже история очень очевидная. То есть, личинка мелкая-мелкая, ее достаточно немного. Да, то есть, вот невооруженным взглядом видна разница на самих овощах. Ну, вроде бы личинки достаточно хватает визуально, но она очень плохо питается. Видно, что ей действительно не хватает питательных веществ. Ее даже тут невооруженным взглядом и не видно особо. Ну, вот если взять на ножик и попробовать прям найти личинку там в фокусе. Ну, я бы сказал, что ее особо невооруженным взглядом не видно. Вот видно, по ножу по самому ползет. Сейчас посмотрим. Ну, прям вот она где-то там, что-то эта личинка развивается. Вот она прям ползет по ножу по самому. Ну, очень мелкая личинка. Короче, видно, что ей не хватает питательных веществ. Ну, именно такая личинка, наверное, и развивается вот тех 18-20 с чем-то дней. Ну, я верю, что на отрубях, ой, на овощах она может развиваться так долго. Так, следующее у нас это будет овощи и отруби. Ну, тут отруби дали как бы свой плюс. Личинки много. Она достаточно... Ну, кстати, мелковатая личинка все равно. Даже не глядя на то, что это отруби с овощами, видимо, овощи дали свой минус. Но мелковатая личинка. Ее много. И консистенция самого вот этого субстрата какая-то очень сопливая такая, что ли. Какая-то прям похожа на сопли. Причем на всю глубину, не только сверху. Ну, и личинки как-то, ну, не знаю, мне не нравится то, что здесь происходит. Как-то бы что какое-то. Хотя, ну, типа, имеет право на жизнь, но стоит лишь курковыделки. Так, ну, следующий это у нас отруби и белок. Сюда я добавлял 5% белковой муки экстра. Вот есть рыбная мясокостная и есть экстра. Это белковая мука из всяких шкур. То есть она какая-то очень странный продукт. Она синий-сизого цвета. Там у нее 95% протеина. Но мне кажется, там нечему усваиваться. Поэтому там вообще не усваиваемый белок. Вот. Но я его добавил 5%, исходя из понимания, что не больше 5% животного белка в кормах для львинки. Ну, такой вот решил поставить один контейнер. Ну, и здесь и результат-то налицо. Отруби вроде должны были свое сыграть. Но как-то там, я бы сказал, что и нету тех личинок. Отруби и подсолнечный шрот. Так, ну, здесь у нас история прям беда-беда. Вроде бы личинка есть, но она такая мелковатая. И ее как-то немного. Очень непонятная для меня, конечно, история. Как-то не очень здесь комфортно, то ли как-то по-другому надо было. Ну, короче, по сравнению с чисто отрубями, ну, конечно, результат очень такой сомнительный. Наверное, когда личинка уже вырастет, ее можно кормить всем, чем ни попадя. Туда можно смешивать все овощные отходы, все зерновые отходы, все отходы комбикормовых там производств. Потому что, ну, вот так же история, как и на соевом шроте, так же и на подсолнечном шроте. Ну, то есть, этот растительный белок, он как-то ничего такого и не дал. То есть, он какого-то результата, ожидаемого от высокопротеинового какого-то питания. То ли здесь консистенция не та, то ли здесь какая-то фракция этих вот сои конкретно не та. Потому что, ну, мелкая личинка, то есть, ну, вот по сравнению с отрубями, она прям мелкая. То есть, мы понимаем, что от стартового корма зависит очень много, зависит прямо, это основополагающая история. То есть, что вы выбрали в виде стартового корма, как вы вылупили личинку, как она стартанула в свои первые там 3-4 дня роста, то от этого зависит, вырастет ли она у вас там за 8-10 дней или будет расти 18 там и 26, я видел, у кого-то растет. Как уже корма в период роста, конечно, да, можно использовать и овощи, и любые там растительные отходы, зерновые. Ну, об этом мы поговорим, когда будем кормить уже взрослую личинку. Так что подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм Диппротеин. Ну, следите за материалами, я стараюсь делать что-то максимально полезное по мере сил. Так что увидимся, всем привет!